Я встретил ее в переписке или среди стихов, или в журналах, и она начала присылать мне очень сексуальные стихи об изнасиловании и вожделении. Что-то смущало меня, и я сел в машину и поехал на север через горы, долины, автострады, без сна, свалив от пьянок в разводе, без работы, в возрасте, усталым. Больше всего желая спать пять или десять лет, я, наконец, нашел мотель в маленьком солнечном городке у грязной дороги, и я присел и выкурил сигарету, думая, ты действительно должна быть сумасшедшей. И затем я вышел и часом позже встретился с моей корреспонденткой. Она была чертовски стара, почти так же стара, как и я, не особенно сексуально, и она дала мне очень тяжелое сырое яблоко, которое я жевал оставшимися зубами. Она умирала от какой-то неизвестной болезни, что-то вроде астмы, и она сказала, я хочу сказать тебе один секрет, и я ответил, я знаю, ты девственница, и тебе тридцать пять лет. Она достала блокнот, десять или двенадцать стихов, труд жизни, и я читал их и пытался быть добрым, но они были очень плохи, и я взял ее с собой куда-то, на какой-то боксерский матч. И она кашляла от дыма, и она продолжала оглядываться на всех людей, а потом на бойцов, хватающих ее за руки. «Ты никогда не возбуждался, верно?» – спросила она. «Но я славно возбудился той ночью и встречался с ней еще три или четыре раза, помогал ей с некоторыми ее стихами, и она всаживала свой язык на половину моей глотки, но когда я оставил ее, она все так же была девственницей и очень плохой поэтессой. Я думаю, когда женщина оставляет свои ноги закрытыми до тридцати пяти лет, это слишком поздно как для любви, так и для поэзии». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!